Всем привет-привет! Именно в этот момент, когда я записываю аудио к сегодняшнему ролику, где-то в Питере в почтовом отделении лежит и готовится к выдаче посылка для Елены. Елена участница нашей игры «Купи кота в мешке». Я эту игру называю игрой для азартных архаманов, потому что, когда игроки оплачивают посылку орхидейную, они не знают, что я им туда положила. Так вот, я надеюсь, ролик выйдет на канале именно тогда, когда Елена будет коробку с орхидеями нести домой. Я задолжала своим подписчикам и участникам игры много таких обзоров, но я не могу ими забить канал, потому что, наверное, эти ролики интересны только участникам игры, тем, кто подумывает, не сыграть ли, и тем, кто ждет эти посылки. А для всех остальных моих подписчиков, у меня их больше 16 тысяч, нужно как-то разнообразие вносить, поэтому постепенно все выложу, не переживайте. Что же я в этот раз приготовила для Елены? По условию нашей игры «Купи кота в мешке» каждый участник получает сидерею джапонику минмару, очень маленькую миниатюрную орхидейку и какую-то керамику. Размер керамического горшка, количество горшков, это может быть и набор, это может быть такая трехъярусная сложная конструкция для посадки большого количества орхидей или суккулентов или фиалок, короче, неважно. Размер и количество этой керамики определяю я. Но эта посылка, она стала исключением, потому что Еленой был выбран самый маленький, самый скромный по цене котик в мешке, и у меня была прям такая дилемма, знаете, чем же набить свободную часть посылки после того, как я туда положила сидерею джапонику минмару и керамический горшок. То есть там был такой узкий-узкий финансовый коридорчик, и на тот момент у меня в коллекции не нашлось никакой орхидеи, которую бы я смогла в этот коридорчик запихнуть. Я написала Елене, говорю, Елена, ну смотрите, цена такова, что или я вам кладу только одну орхидейку и горшок, и дальше я забиваю посылку набором горшков, каким-то дорогим субстратом, который не в каждом городе продается. Сейчас многие хотят его попробовать, это корни папоротника. Я могу вам положить очень много действительно полезных около орхидейных плюшек, например, порошок, который избавляет орхидеи от клещей и прочих всяких вредителей. Вот, я могу положить много всякого интересного, но хотите ли вы это? Обычно я не спрашиваю своих игроков, обычно по условию игры они оплачивают посылку, и я определяю ее содержимое. Но почему-то в этот раз я написала Елене и говорю, ну так-то и так-то. Я говорю, вариант такой, или я кладу две орхидеи, но без керамики, или орхидею, керамику и что-то еще околоорхидейное. Еще одна орхидея туда просто по цене не вмещается. Она говорит, ой, я хочу две орхидеи. И окей, подумала я, и помимо сидерей джапоники Минмару в посылку был положен Дендробиум. Вот он сейчас на вашем экране. Прочитать не могу, вы знаете, то ли Усита, то ли Уситая. Короче, кто название им придумывает? И вот когда-нибудь, когда у Елены разрастется тот куст, что я ей сегодня послала, у нее будут вот такие длинные оголенные псевдобульбы. Не все видят в них красоту, но когда они зацветают, ребята, я думаю, что равнодушных не остается. Елена, я надеюсь, вы с Дендрами дружите. А, кстати, по условию нашей игры, каждый игрок имеет право на одно какое-то нет. Ну, например, он категорично не хочет, не знаю, цибидиум, или он не хочет блоки, потому что он не умеет их поливать и боится усушить. Ну, так вот, в этот раз мне Елена не сказала, я не хочу дендробиум. Длинные голые палки я не хочу. Ну, раз не сказала, значит, получите. Растение пока что еще имеет скромные габариты, пока что, но все равно для его отправки нам нужна была длинная-длинная коробка. Короче, нашла в закромах родины и забила пустоты. Там скомканными рекламными объявлениями. Наконец-то я поняла, для чего их раздают в магазинах. И давайте заглянем под эти упаковки. Сидерея джапоника минмару. Да, поехала прям вот таким вот чуморзюликом. Я извинилась перед Еленой. Обычно я, знаете, навожу такую красоту, внешний такой лоск, блеск. Натираю листики ватным диском смоченным водой с лимоном. Ну, короче, чтобы человек открыл посылку и ахнул. Я думаю, Елена откроет и ахнет, но это ах будет от ужаса. Елена, там на самом деле все хорошо. Там нужно просто это все дело протереть. Это тот самый порошок, который убивает клещей и прочую нечисть. У меня сейчас все растения этим порошком обсыпаны, потому что я так сплю спокойно, понимаете. И по поводу сидерей джапоники минмару я говорю во всех посылках, в которые я эти сидереи запихиваю. Но, вы знаете, чем больше говорю, тем больше вопросов возникает. Поэтому я поняла, что нужно в каждом ролике персонально для каждого игрока купи-кота в мешке рассказывать про уход за этими растениями. Елена, видите, два бутона у меня моя сидерейка отсушила. Знаете почему? Это потому, что я ей света не додала. То есть они могут достаточно долгое время обходиться без воды, хотя очень любят влагу, они очень любят влажный воздух. Они любят частый полив, но при этом хорошие просушки. Но если ты их лишил света, яркого и продолжительного, все это практически гарантия того, что ты собьешь намечающееся цветение. Очень мне было обидно, несколько раз за зиму у меня была такая ситуация. С одной сидерейкой вообще вышло обидно. Она отсушила все бутоны, оставила только два. Это был тот момент, когда лоджия переделывалась, и я просто с лоджией убрала все растения, все подсветки. И забывала просто включать эту подсветку в 8-9 утра, как я это обычно делаю. Я вспоминала об этом к обеду. Два дня, два, и все. И цветение было сорвано. Поэтому не повторяйте моих ошибок. Берегите ее от прям сильно-сильно агрессивного солнца. Я правда не знаю, где в Питере взять агрессивное солнце. У нас в Москве, вон, блин, льет. Я не знаю, когда последний раз видела высокое чистое синее небо. Думаю, у вас в Питере еще хуже. Подсветку давайте не менее 10-12 часов в сутки. И обязательно устроите перепад ночных дневных температур. Потому что только при этом условии, по крайней мере, мне удавалось получить цветоносы у этих миниатюрок. Никогда при ровных температурах, что называется, за бортом, у меня эти сидереи не цвели. Это было краткое изложение двух основных условий для зацветания орхидей. Сидерей джапоник минмару. Очень интенсивный продолжительный свет каждый день и перепады температур. Причем может быть холодным ночь, например, осенью, когда ночные температуры падают, и теплым день. Или это может быть холодный день, потому что вы днем включаете кондей, и более теплая ночь, потому что под кондиционером никто, что называется, ночью не спит. И все. И берегите шею, потому что такая маленькая короткая шейка, это ахиллесовая пята, сидерей джапоник минмару. Она гниет у каждого буквально второго архамана. И вот такая маленькая-маленькая чуморзюлька, это сидерей джапоник минмару. И рядом с ней практически гигантский гигант дендробиум усите или уситая. Давайте рассмотрим его состояние и его посадку. Вот он, красавчик какой. Недавно посылала экземпляр в Казахстан, но там была коробочка маленькая в сдеке, размер S. Пришлось взять самый маленький экземплярчик и буквально свернуть его в дугу. У того экземпляра, который сейчас вот в Питере ждет выдачи на почте, у него уже от основания старых голых практически псевдобульпа пошла новая поросль. И Елена, значит, рассказываю про посадку. Вот там снизу очень мощный, высокий такой дренажный слой керамзита. И потом достаточно влагоемкий субстрат по центру и сверху. Это мелко-мелко резанный мох. Раскромсала, прям, знаете, чуть ли не через мясорубку провернула. В перемешке с корнями папоротника, вот они сверху, прям отдельным слоем монолитным. И кора, и по-моему, все. Елена, если вдруг какую-то неизвестную фракцию найдете, сфоткайте, пришлете, я вам скажу, что это. Но в основном кора, керамзит, резанный мох и корни папоротника. В корне папоротника очень хорошо идут новые корни от новых ростиков, от шейки фаленопсисов. Даже у меня были случаи, когда начинали расти орхидеи в таком полуреанимационном состоянии. То есть, знаете, вроде бы гнилий и поражений явных нет. Но при этом растение теряет корни, воблит листья и всякое прочее. Не скажу, что это панацея. То есть, если это болезнь, то ее надо лечить. Если это грибок, то никакой трифер не вылечит его. А вот именно, знаете, додать растению то, чего ему не хватало для того, чтобы наконец-то выйти из долгой комы. Вот это да, у меня много таких случаев. Хочу собрать их воедино и выложить на свой канал. Растение на 5 с плюсом. Единственное, что пришлось отрезать, это кончик одного листа. Потому что, по моему недосмотру, два солнечных дня растение стояло горшком в тени, а ботвой было прислонено к нагревающемуся стеклу. Дальше, что еще входит в эту посылку, презентик от меня. Это так называемый, или так называемая nursery bag. Это пакет достаточно плотный, из пластика, на дне которого, Елена, вы найдете спрессованную мякоть кокоса, размолотую, просто вообще в состоянии фарша. Это все дело высушено, спрессовано, занимает очень мало места до тех пор, пока вы не нальете туда воды. Когда вы наливаете туда воды, и субстрат это все дело в себя вбирает, буквально через полчаса вы получаете такое, знаете, пакетище, набитый этим субстратом. Размер пакета примерно 7 на 7 сантиметров. Может быть, даже чуть больше. Я, честно говоря, не помню, какой именно вам достался вариант. После того, как вы туда налили воды, и это все дело взбухло, разбухло, туда можно сажать все что угодно. Черенки какие-нибудь, рассаду по весне и так далее. Я сразу скажу, я не пробовала сажать туда орхидею, ни одну. Кстати, почему не пробовала, не знаю. Надо снять, вам рассказать. Единственное, что я бы в стенках этого пластикового горшка, естественно, понаделала дырочек. Мои постоянные подписчики знают, что я фанат вентиляции корней орхидеи. Ну и, естественно, нужно где-то на просторах интернета узнать, как это называется, кислотность почвы. Потому что большинство орхидеи, за небольшим исключением, предпочитают именно кислую среду. Я вот этот брикет в размоченном виде периодически использую в качестве добавления, в качестве добавки в грунт, который сама готовлю для котлей, дендробиумов и так далее. В чистом виде не пробовала, потому что, по мне, это очень влагоемкий субстрат. И я же фанатею по корням. И мне обязательно нужно все продырявить, чтобы воздух проникал к корням, туда проветривал посадку. Этот субстрат слишком мелкий. Он будет просыпаться через все вот эти вентиляционные отверстия. Я просто буду жить с пылесосом в руке. Но рано или поздно я все равно что-нибудь подобное попробую. Что ж, мой обзор подошел к концу. Прощаюсь, жду от Елены сообщения о том, как посылка дошла, как растения доехали. Вы, если еще не являетесь членами нашей группы ВКонтакте, присоединяйтесь. Нас легко найти по ссылке, которую я оставляю обычно под видео. Но если вдруг я ее забуду вставить туда, то зрим в корень орхидейный, наша группа. Ищите нас ВКонтакте. Присоединяйтесь, играйте с нами в Кота в мешке. И оставляйте свои отзывы. Все, мои хорошие. Всех целую еще, приду. Увидимся на моем канале в следующих роликах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!